Друзья, всем привет! Сегодня у нас видеообзор. Но для начала начнем с предыстории. Летом хочу сделать навес для автомобиля, садовые качели и парник. Сначала подумал, что не буду там мучиться и куплю все готовое. Но посмотрел, по ценам выходит дороговато, если хочется получить качественные изделия. Потом решил сделать все своими руками. Для изготовления всех изделий буду пользоваться профильной трубой. Но кроме профильной трубы понадобится некоторый инструмент. Такие как сварочные аппараты, различные инструменты, дрели, шуруповерты. А также необходим инструмент для сгибания профильной трубы. Например, для навеса нужно делать какие-то радиусы из профильных труб. То есть нужен трубогиб. Посмотрел схему в интернете, думал сделать сам. Но на самом деле не такое уж это простое занятие. Надо все это искать, чтобы не получилось хлипко. Там было решено поискать в интернете готовый трубогиб. Начал искать подходящий трубогиб из многих вариантов, которые нашел в интернете. И остановил свой выбор на этом трубогибе. Трубогиб называется гиббон. Позже в видео я расскажу, почему я остановил свой выбор именно на этом трубогибе. А пока давайте начнем с распаковки и сборки данного трубогиба. В комплект поставки входит. Естественно, сам трубогиб. Ведущий вал с ручкой. Цепь с набором, в моем случае, центрующих шайб. Но вместо шайб могут укомплектовываться гайки без резьбы. Инструкция по эксплуатации с линейкой. Дополнительно я заказал ведущий вал с адаптером для шуруповерта или дрели. Вместо ручки тут просто, грубо говоря, штырь, который устанавливается в патрон дрели. И происходит ускоренная работа. Но работает до 40-го профиля. Да, чуть не забыл про ведомый вал трубогиба. И также дополнительно заказал центробой. Он служит для прокатки большого профиля. Итак, приступим к сборке. Тут все просто. Изучаем таблицу и смотрим, какое количество центрующих шайб надо установить на вал. В зависимости, с какой шириной трубы будем работать. Далее берем вал. Надеваем сперва на него гайку со сточной резьбой. И устанавливаем в трубогиб. Продев в одно ухо, надеваем на него нужное количество шайб. Продвигаем его дальше до полной посадки. И фиксируем гайкой. Ту же процедуру проделаем со вторым валом. Теперь устанавливаем цепь. Эту процедуру можно сделать при установке валов. Но можно и вот таким способом. Разъединив цепь с помощью замка и затем на месте соединив обратно. Ну и последний штрих. Это установка мерной линейки. Она служит для ориентира, если необходимо прокатать несколько профилей одинаковой формы. Также для этих целей служит гайка с фиксацией на центральном валу. Так, ну перейдем к тестам. А параллельно расскажу, почему же я выбрал именно этот трубогиб. Во-первых, у него цепной привод. Усилие передается сразу на два вала. Прокат идет легче. Во-вторых, работает с профилем до 60 мм. В-третьих, цена. Другие трубогибы с цепью, которые способны гнуть профиль до 60 мм, стоят почти в два раза дороже. А конкуренты с той же ценой, как у гиббона, не гнут широкий профиль. В общем, инструмент дешевле аналогов и лучше, чем другие в такой же ценовой категории. Установив трубогиб на верстак, выкручиваем центральный вал, чтобы проходил профиль. Сперва попробую прокатать профиль 40 на 20. Посмотрим, что получится. Труба прокатывается без каких-либо усилий. Просто вращаю ручку. И вот, без особого труда, я получил вот такую заготовку. Попробую теперь установить вал с адаптером под шуруповёрт. Поначалу не совсем понятно, как быстро снимать и надевать цепь без размыкания, но потом эта процедура происходит быстро, без каких-либо заминок. Для теста беру ту же трубу 40 на 20 и продолжаю прокатывать. Буду использовать для этого простой и бюджетный шуруповёрт. Как видим, всё происходит без особых трудностей. А теперь попробую прокатать трубу 60 на 40, то есть максимально заявленную производителем. Есть у меня небольшой кусочек такой трубы. Сильно его, конечно, не получится согнуть, но небольшой радиус сделаем и проверим работу центровоя. Он одновременно формирует ребро жёсткости и центрирует профиль, чтобы его не уводило в сторону. Устанавливается центробой на центральный вал вместо штатных подшипников. И необходим для прокатки профиль шириной 50-60 мм. Устанавливаем трубу и пробуем прокатать. С таким профилем, конечно, уже не так легко идёт процесс. Но процесс идёт. Видно, что центробой начинает формировать ребро жёсткости, проминая профиль по центру. Ну вот, немного прокатал. В принципе, работать с таким профилем можно. Но процесс достаточно трудоёмкий. Приходится крутить ручку двумя руками. Друзья, вот о такой обновке я хотел вам сегодня рассказать. По моему мнению, вещь годная. И, надеюсь, к лету я покажу, какие штуки я с помощью него буду делать. Ставьте лайк, если этот обзор оказался для вас полезным. А также напишите в комментариях, насколько интересен оказался сам трубогиб. А также, если какие-то вопросы остались мною сегодня не затронуты, задавайте их в комментариях. Постараюсь на них ответить. В описании, а также в закреплённом комментарии под этим видео я оставлю ссылку на этот трубогиб. Возможно, он вас тоже заинтересует. Тех, кто не подписан на канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.